Если вы знаете что такое артроз в любом суставе, что такое остеохондроз в любом отделе позвоночника, что такое спондилез, остеопороз, то вы должны понимать, что это дистрофические процессы, которые первично развиваются в хрящевой либо костной ткани. А дистрофия, ди-нарушение, трофика питания, то есть вы не знаете, что такое правильное питание, как минимум для опорно-двеятельного аппарата. Если же эти дианозы вам пока не знакомы, к счастью, но вы понимаете, что они были у ваших родителей, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, то вы понимаете, что наследственность еще никто не отменял и слабые места в организме вашем ваши предки вам показали. А наследуются не только гены, наследуются еще и диетические привычки. Есть семейные традиции, вот так вот нужно питаться. Если вы следуете семейным традициям, вы неизменно наследуете и семейные заболевания. И важно понимать, как правильно питаться. Если же вы знаете другую группу заболеваний, такие как артрит, полиартрит, опять-таки не важны суставы, какие поражены. Не важны причина, по которой возникла ситуация. Все это сводится, явление артрита, то есть ИТ, это воспалительный процесс, сводится к одной простой вещи. Есть один единственный типичный патологический процесс, он называется воспаление. И характеризуется очень простыми, абсолютно одинаковыми общими особенностями для любых органов, для любых тканей. Когда токсические вещества добираются до клетки, вызывают ее разрушение, выходят клеточные ферменты и запускается воспалительный процесс. Признаки воспалительного процесса, тумор, рубор, долер, калер и функция лежа, то есть расшифровываю латынь. То есть появляется отек, появляется боль, появляется повышение местной температуры, появляется нарушение функции. И вы должны понимать, что в этом случае воспалительный процесс, это фактически уникальный мусоросжигательный завод в организме человека. И где бы он ни возник, он делает одну непременную функцию, он пытается сжечь вот те самые шлаки, токсины, называйте их как хотите, которые попали в данном случае к суставу. И что получается, какое решение ситуации делает большинство? Появился артрит, то есть в области сустава появились обменные шлаки или токсины, которые по каким-то причинам вы не смогли удалить из своего организма. Или ваш организм не смог удалить, несмотря на те усилия, которые вы к этому прилагали. Вызывался воспалительный процесс. Что делает большинство? Забрасывает в свой организм еще одно химическое вещество, которое попадая, естественно, организм всю грязь сбрасывает в сустав. Вещество попадает к ткани сустава. И если оно называется нестероидное противовоспалительное средство, то воспалительный процесс, естественно, подавляется. Что происходит, когда действие препарата заканчивается? Организм опять начинает в сустав, складывает новые порции шлаков. Опять вызывается воспаление. У вас появилась боль в суставе. Что вы делаете? Вы опять принимаете химический препарат. И вот так вот до бесконечности вы можете лечиться. Когда силы действия нестероидных противовоспалительных препаратов не будет хватать. Начинаются стероидные, то есть начинаются хормоны. Ну а дальше вы попадаете в, фактически в этом случае, артрит переходит в еще более интересную патологию. Артроза артрит. Ну и вы уже кандидат на пересадку суставов. Конечно, комфортно лечиться так. Вы можете вроде как ничего не делать. Проглотил таблетку. И будет вам счастье. Но вы должны понимать, что суставов достаточно много. И фактически явление артрита, либо полиартрита показывает, что не все благополучно в вашем организме. И нужно что-то делать. Недавно я с группой врачей побывал на словацком курорте Пиештян. Это номер один в лечении такой патологии. Сернистые грязи, которые добываются прямо на курорте. Сероводородная вода, которая добывается с глубины почти 3000 метров. Но они доступны практически каждому. По большому счету суточное нахождение на курорте это примерно 50 евро. От 50 евро в отеле, скажем так, времен перестройки. То есть советский отель. Достаточно комфортные условия. До 200 евро в сутки в переделанном под пятизвездочный отель в старинном особняке. Но эту стоимость, как вы понимаете, определяет в основном нахождение. То есть где вы хотите находиться в свободное от процедур время. А в любом случае включено осмотр врачей. Три процедуры в день. Два раза в день шведский стол. Ну, разнообразие процедур. Около 60 различных процедур. Массажи, ванны, различные грязевые процедуры. Все это помогает перераспределить кровь в вашем организме. Но! Вы должны понимать, что если вы все еще сам себе диетолог. И если есть явление артроза, остеохондроза, остеопороза. То вы, да, улучшение получаете. Потому что вы больше крови привлекаете к пораженным суставам. И пустая кровь, но когда ее больше, вернее полупустая, все-таки что-то же вы кушаете. Как-то вы, что-то же вы правильно делаете. И все же вы делаете неправильно. Полупустая кровь, попадая к суставам. Улучшается питание суставов. И в принципе явления вот такие дистропические. Они на какое-то время отступают. Потому что все-таки питание вы улучшили. Немножко хуже, если есть явление артрита, полиартрита, спондилита. Если есть болезнь Бехтерева. Согревание суставов усиливает приток не только питательных веществ, но и токсических веществ. И появление так называемых бальнеологических реакций в этом случае. Но оно более вероятно, более реально. Почему? Потому что и шлаки тоже пошли сюда. Вопрос, чтобы вот эта бальнеологическая реакция не прерывала вам отдых и лечение на этом курорте. Поэтому, на мой взгляд, значительно лучше и правильнее до поездки было бы подготовить свой организм. Хоть какой-то наладить режим правильного питания, заодно и очищение своего организма. Чтобы все-таки вот те реакции на курорте, чтобы получить максимальную пользу от курорта. Потому что, чем лучше наполнена кровь питательными веществами, тем активнее уменьшаются явления артроза, остеохондроза, остеопороза. Потому что вы привлекли более полную кровь к суставам. Чем лучше кровь очищена предварительно до физиотерапевтических процедур, тем, опять-таки, меньше явления бальнеологических реакций, меньше их проявления. Соответственно, вы больше можете получить процедур, больше пользы для своих же суставов. Поэтому, тут вопрос, в чем тут, конечно, многое зависит от человека, насколько он понимает эту ситуацию. Что артроз и артрит не лечатся вот так. Да, в принципе, артрит лечится вот так. Приняли препарат и на какое-то время забыли о боли в суставе. Артроз тоже лечится вот так. Обратились к хирургу и вам пораженный сустав заменили на металлический. Заменили протезом фактически. Тоже вылечили артроз. Да, и таких суставов 200. То есть, тут можно достаточно хорошо позаниматься в медицинских учреждениях пересадкой различных суставов. Ну, если вы хотите, в принципе, ходить своими ногами и без боли в суставах, тогда вы должны понимать, что все-таки нужно кое-что изменить в своем образе жизни, в своей системе питания. Ну, а на курорте я вот покажу вам расклад. Достаточно мощный комплекс различных физиопроцедур. То есть, это одно из зданий, которое работает в этом направлении. Вы знаете, когда был на курорте, нам показали несколько процедур. Показали две ванны с минеральной водой и после этого грязевая ванна. Вы знаете, когда я узнал, что продолжительность процедуры одной и другой первой 10 минут, не больше. Второй, ну, некоторые говорят, не выдерживают 3 минуты, но максимально 10. Мы приняли 5 здоровых мужчин, приняли обе процедуры, 10 минут в одной, 10 в другой. Вы знаете, ну, я так особых ощущений вначале никаких изменений в состоянии здоровья не ощутил. Вы знаете, минут через 15-20 после окончания грязевой ванны, в которой всего-то 10 минут, побыть в тепленькой водичке, там, с какой примесью грязи. Грязь лежит на дне, ходят люди, и она поднимается, что-то поднимается в воду и находится в растворенном виде в воде. Я не мог себе даже предположить, я впервые так занимался, вот, таких процедур, просто не было необходимости до этого. И, ну, через 15-20 получил такое легкое расслабление, и понимаю, почему на курорте хорошо лечится гипертоническая болезнь. Потому что, вряд ли какой-то препарат так сможет расслабить человека, как вот просто вот таких 2 процедуры, 20 минут просто нахождения в воде специфического наполнения. И вы знаете, часов 5-6, наверное, я вот это расслабление чувствовал, превозмогал усталость, и понимаю, что бесплатная третья процедура за этими ваннами, это просто хороший отдых, хороший сон, в котором, как вы понимаете, организм тоже хорошо восстанавливается, и суставы в том числе. Я понимаю, что есть смысл полечиться на курортах, принять целенаправленно уже отработанные комплексы физиотерапевтических процедур, но, напомню еще раз, больше эффект вы получите, если вы будете больше знать о том, что такое правильное питание до курорта. Как правильно использовать шведский стол, потому что, когда все включено, и как бы можно есть все, и вся, и в любых количествах, вот тут, к сожалению, многие попадают на проблему, потому что, чем больше неправильной пищи вы внесете в свой организм, тем больше вред для здоровья вы приобретете. Не нужно бросаться и съедать все подряд, нужно есть правильно до курорта, во время посещения курорта, и желательно после посещения курорта поддерживать правильным питанием состояние суставов на наиболее высоком уровне, потому что, не важно, по какой причине, то ли артроз, то ли артрит ограничили, появилась боль в суставе, они нарушили качество вашей жизни, вот этого, напомню, не умирает. Но ограничение подвижности вызывает другие совершенно ситуации. Хуже работает сердце, потому что именно во время движения вы помогаете сердцу обеспечивать кровообращение и питать не только суставы, но и другие внутренние органы. А на этом фоне легче развивается явление атеросклероза сосудов. А на этом фоне легче развивается избыточный вес, который суставы продолжает нагружать, перегружать и вызывать там различные изменения. Дальше уже комплекс проблем начинается. А первое, это вынужденная гиподинамия, связанная с болью в суставах. Поэтому, конечно, вы можете боль в суставе решать различными путями, то ли приняли таблетку, при артрите, то ли пересадили фактически новый сустав, который уже болеть, конечно, не будет при артрозе, но все-таки лучше ходить своими ногами на своих суставах, радоваться жизни. И получать от жизни удовольствие, перемещаясь на различных курортах. Потому что Словакия, она интересна. Вы знаете, я просто влюблен в эту страну, побывал в ней фактически второй раз. Первый раз я просто ее не заметил. Ну, такой род деятельности такой был, что я просто ее не заметил. Кратковременное пребывание там, просто я не увидел эту страну, какая она есть. Здесь я просто по-хорошему влюбился в эту страну, потому что вы можете не только оздоравливать свои суставы. Рядышком с санаториями, с курортами стоят горнолыжные курорты. И вы можете получить два в одном. Не только лечение, но и отдых. Такой достаточно активный. Днем вы можете в зимнее время кататься на лыжах. Ну, а в темную часть дня, с трех примерно до десяти вечера, постанавливать свои суставы, опорно-двеятельный аппарат. И получать больше удовольствия, находясь в одних и тех же, ну, фактически климатических условиях. Думаю, что это видео я буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю, что еще написать на эту тему для вас. Не забудьте, если вам понравилось это видео, поставить лайк. Отправить его друзьям, знакомым, кто не подписался на канал. Вход и выход с канала свободен. Вы можете легко подписаться на канал, смотреть обновления, которые будут на этом канале среди первых. Закончить подписку на канале также легко нажатием одной кнопки. То есть тут выбор ваш. Что вам нужно, какая вам информация в большей степени нужна. Ну, а я подумаю, какое еще системное видео написать для вашего здоровья и активного долголетия. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok